Чем интересна палка? Тем, что она удлиняет руку. Некоторые этим не пользуются, когда используют только короткий хват. Это удлиняет, но не сильно. Удар руки, удар палки эффективный находится на одном уровне. Ну, палка помощнее, чем рука, зато рука быстрее и привычнее. Руками мы пользуемся с рождения, а палку иногда только берем в руки. Это довольно редко. А удлинение происходит за счет свободного хвата палки. Вот мы держим палку, не вцепляемся в нее. А вот задняя рука у нас продвигается. Вот была, например, передняя здесь, а задняя продвигается дальше. Это будет тычковый удар, может быть. Может быть удар. Да, или по-другому. Или удар боковой, может быть, да. То есть держали мы палку так. Быстро довольно. Сменили, проскользнули передней рукой, и у нас пошла палка вперед. Вот, поэтому разные тут варианты. Палка должна быть как продолжение руки, поэтому и такой хват. Одна рука снизу, другая сверху. Тоже очень хорошо бьется и легко меняется дистанция. Вот короткая дистанция, вот длинная дистанция. Коробка длинная. На длинной дистанции все очень похоже, как и в работе с мячом. Ряд передач я с палкой показывал, как обращаться. Не все адекватно это понимают. Говорят, ой, надо всякие вращения, там всякие акробатические номера. Давайте еще факелы зажжем и через шею будем так прокручивать. Есть такие любители. Ну, честь им и хвала, как жонглеры, они действительно могут показывать какие-то чудеса. Ну, на самом деле все значительно проще. И да, конечно, эти все упражнения по вращению палки, по перехватам всяким. Вот, или там... Все это хорошо. Примерно так же, как нунчаку, кстати, перехват. Такие вот, да. Все очень похоже. Вот, ну, хотелось бы какой-то комплекс иметь. Часть этих комплексов я показал. Одиночные удары, там может быть подключением ноги. Двойной удар, скажем, раз, два, три. Все достаточно просто и само естественно. Тычок, например, два, три. Раз, два, три. Отсюда. Тычок сбоку. Или, наоборот, сбоку. Тычок. И добавили туда. Или в корпус. Угарили в голову. Тычок в голову. Угар в корпус. Вот. Ну, мне интересно было бы, чтобы палка как-то входила в уже разработанные комплексы. Те, кто занимался каратэ, хотя бы там полгода. Наверное, Хиан Шодан знают. Все. Берете в руку палку, все складывается очень естественно. Блок загребающий. Удар сбоку. Обратное движение. Блок. У нас там перехват. Мы сделали гидан-барай. И потом перехватили удар. Удар сверху. Вырвали руку. То есть, нам захвачено. И освободились. Здесь мы сделали движение. Сделали удар сверху. Ну, немножко другое. Да. Не отсюда. Ну, так отсюда мы сделали удар. Вот когда нас схватили, запалкнули, вырвали, сделали удар. И движение стандарт ударили. То есть, блок-удар, блок-удар. То, что у нас классически все и предусмотрено. Еще раз подальше встану, чтобы, может быть, будет виднее. Вот так, посерединке вроде бы. Итак, блок-удар. Блок-блок-удар. Ну, да. Дальше пошли в блок. У нас идет вверх. Раз, два, три. Точно так же, как мы делаем фианшодом. Были здесь. Блок-удар. Выходим на прямую дорожку. Раз, два, три. Раз, два. То же самое делаем и с палочкой. То же самое делаем с палочкой. Был у нас блок-удар. Опять выгребли. Вверх удар. Раз, два. Все очень просто. Движение. Как будто мы на байдарке плывем. Только у нас мы можем и варьировать, кстати, вот направление удара. Может быть прямое, а может быть в кривь и в кость. В зависимости от того, куда идет партнер или противник. Или вот сюда. Как вот здесь байдарка. Здесь вот назад мы гребем. Здесь более скрученное движение. Вот. Все. Ну и дальше все, в общем-то, автоматически. Автоматически. Ударили вверх. Опять идем. Гребущее движение. Раз, два. Раз, два. Здесь вот можно сделать. Раз, два. Вполне. А можно чего-нибудь изобрести другое. Загребу в эту сторону. Блок. Удар. Удар сверху. Вот. Удар. Еще разок. Сделаем этот блок. Загребаем. Удар боковой. Затем удар сверху на большую длину. И снова удар боковой. Дальше завершение. Так как обычно и происходит. Шутокан Каратэдо. Там у нас идут шутов. Шутов. Шутов в одну сторону. Пришли вот сюда. Сюда. Шутов. Раз, два. Раз, два. Шутокан Каратэдо. Так же и здесь мы пришли в эту сторону. И можем как раз здесь, как будто с ним нечем сработать. Раз, два. Раз, два. На большой дистанции. Можем попробовать работать иначе. У нас идет рука. Мы вот такое можем сделать движение. Раз. Раз. Или можем сделать тычком. Что, наверное, интересно. Дарим я здесь. Тычком. Раз. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Раз. Два. Раз. Два. Здесь. Оставайтесь. Точно. Раз. Раз. Два. И снова. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Развернулись. Раз. Два. Раз. Два. Вот. Вот и все. Раз. Кто занимался каратэ, хианшодан, вы легко положите. И у вас сразу возникнет понимание того, где концентрация, где этот удар. Куда направить усилия при прямом движении, чтобы у вас, например, захват руки не мешал движению, потому что кисть начинает выламываться. Поэтому она должна отпуститься в какой-то момент. Пока усилие направлено вперед, пусть передняя рука тоже разгоняет палку. Но как только она начинает мешать, упирается в пальцы, вот так, надо отпустить. Так же удар сбоку. Вот он идет и начинает выламывать руку, выламывать кисть. Вот как только у вас давление на мизинец возникло, отпустите. И будет нормальный удар. Есть специальная кота, шатакан каратэ до, называется дзи-те. Дзи-те там идет как раз работа палкой. И надо перехватывать ее. Раз. И так далее. Но это уже более сложные мотивы. То есть вот перехват палки. Она не должна быть зажата в одном положении. Наоборот, свободно. Зажимается только в момент удара. Резкий удар. Все вот, в принципе, если у вас палка, легкий удар, например, пах, раз, и все. Вопросы о скорости. Обе руки действуют. Опа. Вы вроде удар наносите перед собой, а он идет далеко. То есть вы ударили сюда, а долетело вон аж куда. Да? Не успеешь глазом моргнуть. Быстрее два удара наносятся, чем кадр проскакивает. Я не знаю, сколько здесь. 50 кадров в секунду или 25. Но очень быстрый удар. Палка вообще зверское оружие. Не заблокируешь особенно. Ну, тяжело заблокировать. Надо какой-то синхрон попасть с противником или с партнером. Тогда можно заблокировать. Но даже если заблокируешь, рука может сломаться. То есть надо как-то пройти так, чтобы палка по касательной прошла. Хотел еще поправочки к прежней своей передаче сделать. Там, где показывал бункай для басайдай с мечом. Меч немножко по-другому, как хотелось бы сделать. У нас там есть такое движение двойное агуке. Двойное агуке. Потом удар по ребрам. Потом удар в корпус. Вот здесь я сделал несколько иначе. Если начнем мы с длинной дорожки. Мы здесь отбили. Отбили. Нижний регистр. Замахнулись. И сделали два удара. Либо режущих на себя. Либо рубящих. Если хватает мощности. Неченький такой тяжелый. Или в зависимости от настроения. Дальше каратэ-до. Идет кимэ. Блок. И блок удар. Блок удар. Но в таком положении делать кимэ с мечом как-то довольно странно. Поэтому мы здесь отбили, 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 отбили. И мы делаем кимэ, как бы сбивая, сбивая меч противника и становясь в стойку. Здесь опять нижний регистр, верхний регистр. Встали в стойку. Теперь у нас удар-блок. Удар можно с подшагом сделать. Можно классический, как в самой кота. Удар. А блок вот здесь мы уже можем вот так поставить. Опять. Удар. Вот здесь мы уже можем, поскольку замахиваемся сюда, здесь уже мы можем удар провести нормально. Лезвие может быть горизонтально, может быть вертикально. Горизонтально даже лучше. Между ребер проходит веселее. Надеюсь, что между ребер никому бить не получится и не нужен. Главное предполагать, что и то, и другое. В горло удар вертикальный. А может быть тоже горизонтальный. В корпус горизонтальный. Вот, значит, раз, два. Раз, два. Дальше у нас идет, как босай, два шуто. Сильный-сильный, быстрый-быстрый. Мощный раз, мощный два. И быстро вперед-назад. Дальше захват противника за руку. Ломаем ему ногу и на шуто выходим. Здесь мы пробили. Пробили блок, пробили блок. Выходим на шуто. Раз, два. И точно так же раз, два. И тоже становимся в капуцу дач, как и в классической стойке. Дальше у нас идет захват руки. А здесь мы сбиваем меч противника. И вместо того, чтобы наносить удар ногой в коленку, противник довольно далеко, мы считаем, мы делаем выпад, удар в корпус. А потом бездыханное тело, мы разворачиваем клинок, хлещет кровь, такие вот страшные образы. И потом ногой мы сбрасываем это тело, или выдергиваем меч. Вот меч там в корпусе. А здесь еще кто-то набегает. Мы пробили, выдернули. И здесь шуто. Тут набежал. И еще шуто. Так как делали в босай. В босай пробили. Шуто. Шуто. Дальше у нас двойной блок идет. Раздергивание. Отбитых рук раздернули. В корпус. И в корпус. Вот здесь мы сделали шуто-шуто. Здесь мы тоже. Я прежде как делал такое формальное движение. Конечно, оно в бою не будет применено. Может быть, да, от какой-то удара дубиной, но клинком на клинок встречать вот так, ну, довольно опрометчиво. Заменял ударом ручки в голову, бам, на отступление. И режущий удар по корпусу. А потом с подшагом сюда. Вот мне пришло в голову, что как-то надо по-другому. То есть вместо такого движения сделаем движение вот такое. И раз, два. Там мы бьем, вытягиваем левую руку, бьем кинзами. Здесь мы уже исчерпали. То есть мы здесь отсюда, разумеется, удар такой. Такой. И дальше нам неудобно вот отсюда заводить. Ну, можно отсюда ударить. А можно с более мощным движением. Раз. Раз. Вот так мы горели. Вот. Ну и дальше у нас медленное такое движение. Мы готовимся к нападению противника. Занимаем устойчивую стойку. Ну, там по ногам у нас бьют. Да ради бога, мы их уберем. Да. Или просто подставим. Ну, противник может на нас наброситься. Мы отойдем эту ногу. То есть он ногу атакует. А если голову, если ногу уберем, еще с разворотов удар сможем нанести. Ну, здесь много всяких вариантов. Ну, вот я подумал, что вот это движение не очень хорошо. Раз. Два. Да, поэтому вместо этого движения делаем блок. Удар. Удар. И удар. Вот так. Вот все, что хотел рассказать. Кому-то это подойдет, кому-то это понравится. Кто-то захочет попробовать. Ну, купить такой вот сувенирный меч. И помахать им на лужайке. Вот. Может быть, какие-то навыки появятся. Но в основном, конечно, все навыки появляются, когда работаешь с достойными учителями, которые не имитируют боевые искусства, а реально им учат. И тоже многие считают, что вот большие успехи в спорте – это аналог больших успехов в боевых искусствах. Это далеко не всегда так. Далеко. И работа на площадке очень сильно отличается, скажем, от работы в реальном бою, где иногда нужна способность, неделями обходиться без пищи, идти через непролазные болота и так далее. То есть там, где требуется мужество, а не спортивная скорость. Зашел в тыл к противнику, снайпер отстрелялся и так же тихо ушел. Все, задачи выполнены. Это боевое искусство. На площадке какая-то подготовка, какие-то элементы боевого искусства. Не всякому человеку быть снайпером, лазить по болотам, уничтожать врага с помощью современного оружия. В конце концов, можно бабахнуть чем-нибудь потяжелее, чем пуля от снайперской винтовки. Поэтому такое самовоспитание, привычка к напряжению мышц, концентрации воли. Я даю некоторые такие, вполне доступные любому здоровому человеку упражнения. Да и не очень здоровый человек может этим заняться. Каратэ занимаются даже инвалиды. У нас, к сожалению, в стране этим, не знаю, может быть кто-то и занимается, но я не видел. А по миру, в довольно богатых странах, занимаются сотни тысяч инвалидов каратэ. Конечно, это каратэ такое лечебное, свое. Но, тем не менее, там есть система развития групп мышц, скорости и разных прочих качеств. Поэтому может заниматься не только здоровый человек, но и человек, у которого здоровье подорвано. Вот он может это здоровье восстановить. Например, просто держать меч, и вот так, чтобы он не колыхнулся. Довольно тяжело. Ну, подержите так полчаса, наверное, рука отвалится. Не будем экспериментировать, каждый сможет поэкспериментировать сам. Вот меня на днях недавно совсем поразило упражнение, которое мне оказалось по возрасту трудно сделать, или по личным каким-то качествам. Вы складываете руки на груди, становитесь на одну ножку, вторую оплетаете другую, закрываете глаза и пытаетесь держать равновесие. Это далеко не так просто, как кажется. С открытыми глазами куда как проще. Стоишь и контролируешь. Контролируешь. Стоит закрыть глаза, и начинается вибрация. Ступня не знает, как себя вести, и тело качает. Трудно, трудно. Вот с закрытыми глазами устоять на одной ноге. Ну, по крайней мере, длительное время устоять не удается. И определенная тренировка нужна. И вот тренировка вестибулярного аппарата. И, кстати, расставив руки, значительно проще. Ты чувствуешь, лучше чувствуешь баланс. А вот сложившись в комочек, вот так постоять на одной ноге, тут нужно сосредоточение и как бы такое закрепление, закрепощение, закрепощение стопы, чтобы она не вихлялась в зависимости от положения тела, только меняла напряжение. Но это непросто. Вот рекомендую всем проверить состояние своего вестибулярного аппарата вот таким образом. Ну, а во всем остальном, все, что показано вам по силам, вы можете заниматься боевыми искусствами, заниматься каратэ, приходить в залы. Вот, выберите себе площадочку и просто разомнитесь сначала, потом что-нибудь придумаете, усложните, там где-то боксерский мешок повесите. Все доступно, все для вас доступно. Вы можете заниматься каратэ, боевыми искусствами и тем умножать силу и славу своего отечества, своей семьи, защищать своих родных и близких. Слава России! Занимайтесь каратэ!